Ещё на рассвете прихожане начали собираться у храма нерукотворного образа Христа Спасителя в Олимпийском парке. Особенный день для верующих. 29 августа во всём мире православные празднуют перенесение нерукотворного образа Иисуса Христа из Едессы в Константинополь. Престольный день для храма в имритинской низменности. Прихожане съехались на праздник не только со всего Краснодарского края, но и из других городов страны. Вы знаете, что я первый раз здесь, как построили этот храм, первый раз пришла специально на престольный праздник. Уже второй год и здесь, слава тебе Господи, сподобил меня причаститься, исповедаться здесь. Душа просто действительно возвышается. Священнослужители и прихожане в праздничных одеяниях. Невероятная атмосфера в самом крупном православном центре Сочи. Его проект создан по образу храма «Милующие иконы Божьей Матери в Санкт-Петербурге». Впечатляет и роспись на стенах. Над украшением работали специалисты Российской академии живописи Ильи Глазунова. Но главное, что земля, на которой построен храм, с большой историей. В 2011 году недалеко от места строительства археологи обнаружили остатки древнего византийского храма 8-9 веков. Новый православный храм в Олимпийском парке, по мнению прихожан, несет свое особое значение. Построен был в Олимпиаде. То есть надо было создать эту основу, объединить вперед. Эти два храма были заложены раньше, а этот храм потом заложили. И он был важен для чего? Чтобы объединить объединить. Независимо от вероисповедания. Божественную литургию проводит, как и в прошлом году, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Владыка специально приехал для того, чтобы вместе с прихожанами провести этот праздник. Сегодня храм именинник. Престольный день этого храма. И я, как правящий архиерей, поспешил сюда, чтобы вместе с паствой моей проживающей в Сочи, помолиться, пообщаться духовно вместе в этом святом храме именинники в честь нерукотворного образа Христа Спасителя. Уже по традиции престольный день прихожане празднуют широко. Богослужения, крестный ход, а потом прихожан обязательно пригласят за стол. В этом году гостей стало намного больше, отмечают местные священники. И наверняка Олимпийский храм станет еще более популярным среди верующих.